Всем привет! Ну что, наше первое видео после Нового Года. Я поздравляю всех с прошедшими праздниками, с Новым Годом, с Рождеством, с Крещением. В общем, все-все-все праздники позади, ну, кроме февральских и те, которые будут в марте. Вот. Значит, с чего я хотел начать этот год? Очень часто к нам приходят люди с вопросом, с простым вопросом достаточно. Обрезать или не обрезать? Обрезать листья. Я вам расскажу на собственном опыте, как все это происходит. Давайте думать логически. Что такое листья? Для чего они вообще нужны? Ну, если верить биологии, то листья нужны для того, чтобы солнечный свет падал на листок, там происходил фотосинтез, и питательные вещества поступали в растения для того, чтобы оно росло, становилось крепче, и в итоге приносило свои плоды. Так вот, если мы обрезаем эти листья, то, соответственно, происходит что? Растение недополучает каких-то веществ. Но, опять же, если это в дикой природе, если мы выращиваем растения в гроу-боксе, в гроу-тенте, там в каких-то закрытых помещениях, и мы постоянно кормим растения различными удобрениями, присадками, то есть, по идее, растению должно хватать всего. И фотосинтез, ну, типа того, что не так сильно важен. Но, как бы, это не так. На стадии роста листья, они очень нужны. Поэтому не стоит обрезать. Можно только, допустим, вот у вас растение, и какие-то веточки растут, и они закрыты большим одним листом. Можно срезать этот лист. Почему? Потому что лист один, а на этой веточке листочков много. И в итоге, если дать доступ света, то они очень быстро наберут массу, то есть, ну, ветка станет сильнее. Вот. Одна из больших ошибок новичков. Нам сказали, можно обрезать. И начинаем обрезать. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И в итоге растение стоит просто голый ствол, на котором ничего нет. И мы такие, аааа, что же я наделал? Вот. Не стоит увлекаться. Если вы подрезаете, то подрезайте грамотно. То есть, если лист действительно мешает, то его можно обрезать. Ничего страшного не произойдет. Растение не впадет, там, в дикий стресс, там, не умрет, не засохнет, ничего. Просто аккуратненько отрезали, и все. Это, значит, что касается стадии роста. На цветении. Что происходит на цветении? Растения, когда переходят на стадию... Наверняка, многие видели, как при наступлении цветения растения резко какие-то листья начинают желтеть, то есть, особенно большие, отваливаться. Это вот, это называется дефолиация. Дефолиация, да, по-моему, дефолиация, если я не ошибаюсь. Это когда растение уже попадает в осень, когда оно уже начинает плодоносить, и оно выедает все питательные вещества из листов, то есть, чтобы плод образовался, нужно максимальное количество питания. Собственно, растение само выедает, и ненужные листья отпадают. Поэтому на цветении у многих культур, да, применяют различные химические, там, разбрызгиватели, еще какие-то вещи для того, чтобы листья сами опадали, и основной поток веществ питательных шел именно в плод. То есть, в нашем случае то же самое. Когда растение уже цветет, и нам важен плод, мы можем потихоньку, полегоньку обрезать эти листики. Либо, как рассказывал нам один товарищ из Голландии, из компании БАК, блин, честно, забыл, как его зовут, но вот он рассказывал такую вещь. Так как в листиках находятся питательные вещества, то перед где-то буквально за две недели до сбора урожаев, мы же начинаем, ну, по идее, давать репин, да, то можно немножко увеличить дозировки с фосфором, с калием для того, чтобы листья, знаете, как немножко погорели. Они, когда горят, они, собственно, отдают все питание в плод. И в итоге получается, что листья все сухие, мелкие, завядшие, они обгоревшие, и получается вся сила, которая была в них, она идет туда, в плоды. Ну, с этим моментом, если честно, я не очень как бы знаком, потому что никогда не рисковал сжечь, вот, но факт того, что перед уборкой урожая листья обрезал, это да. То есть, ну, где-то примерно недели за две, наверное, вообще практически всю листву срезал и оставался только плод. Вот. Так что, вот такие вот дела. Идут очень много споров обрезать, не обрезать, то есть, в интернете, на различных форумах очень много людей, одни доказывают, что обрезать нужно, другие говорят, обрезать не нужно. В общем, я вам так скажу, все, что мы делаем, мы делаем, основываясь на каком-то своем опыте. Есть такая еще поговорка, да, умный, а нет, сейчас, дурак учится на своих ошибках, а умный учится на чужих ошибках. Ну, не знаю, может быть, громко будет сказано, но умных ни разу не видел. Все учатся только на своих ошибках, только на своем опыте. Нам рассказывают, допустим, о, какой вкусный плод ананас, какой он вкусный и сочный, и сахарный. Но дело в том, что мы не поймем, какой он сочный до тех пор, пока мы его сами не потрогаем, не поедим, не погрызем, не понюхаем и не почувствуем, как течет с него сок. Вот то же самое и в гроуинге. То есть, пока вы сами не попробуете, пока вы сами не сделаете, пока вы сами не увидите, как лучше, как хуже, как растения реагируют. То есть, вы сами должны понять, делать вам это или не делать. Как будет лучше, так будет лучше или так будет хуже. И только тогда вы сможете, так сказать, довести свой уровень до какого-то нового чекпоинта. Вот. Вот такие дела с обрезанием. Ну что, всем хорошего дня и отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова